Знаешь, что нормативные документы вообще по приколам обсудить нечего, скажем так, положено считать достаточный ресурс здания. Но нормативные те же нормативные документы, что и говорится о том, что достаточный ресурс это соотношение стоимостных характеристик здания до ремонта и после ремонта. То есть получается, надо сделать обследование, после этого сделать проект восстановления, после этого, так сказать, реального использования, и тогда можно вообще понять, что это остаточный ресурс в дниженом эквиваленте. Оценка остаточного ресурса для металлических конкурентов довольно хорошо решена у трубопроводчиков, металлистов по остаточной коррозии. Это на магистральных трубопроводах, все эти вещи, они решены. То, что касается, скажем, зданий и сооружений в целом, вопросы оценки остаточного ресурса, они висят в воздухе и не понятно, почему. Потому что, что такое остаточный ресурс, как оценить то, что мы приходим. Но те, кто занимается обследованием, знают, что если ты приходишь на старое здание, это как патологоанатом, потому что пришел, чертежи есть или нет. Здание какого построить? Хорошо, если 20-й век, а если 19-й век, то там не спрашивай, не ходи и ничего не получишь. Поэтому, так сказать, вопрос именно этого плана, он всегда был достаточно актуален. У меня вопрос, а как нам переключиться, что на экране попадут? Сейчас мы привыкли к вопросу. Вот эта кривая, которая здесь есть, это кривая отказа полученной в мышленостроении. Значит, связано это именно с зарастанием дефектов во времени от наработки. Вот эта кривая была положена в основном методике, которую сделал вчеравенский Мельчаков, те, кто занимается вопросами надежности, может быть, занят его брошюру. Но дальше там получается ситуация следующая. То есть, как только с этой вещью была сделана ее линеаризация, заключающая вот в чем. На начальном участке кривой, сейчас рисунок выскочит. На начальном участке кривой там получается, что практически нет износа. Что вы будете? Какая-то? 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 Это практически нормативный срок, но это машиностроение. Износ до 90%. Вот 90% это понятно, что это уже предел несуществособности левой конструкции. И для этого возникает нормативный риск аварии. Вот из теории этого риска, вот это вводится R2 и R пределителю с ними 19. Вот три точечки. Из этого было в свое время сделано им же таблицы. Сейчас я его приведу чуть дальше. Значит, оценки в зависимости от вот этих характеристик. По уровню надежности. Когда мы столкнулись с проблемой оценки остаточного ресурса здания, значит, мы уже когда был выведен СП, 13 и так далее. Значит, дальше вот эта штука, вот эта таблица, она очень характерно соответствует тем пяти категориям, которые делят СП от, скажем так, нормальной конструкции до аварии. И это позволило применить. Вот, я, конечно, за таблицей, вот самой. Конструкция содержит опасный дефект, условно говоря, все все понимают, что один условный дефект, это еще не аварийное состояние, а даже конструкция содержит уже запредел. Значит, в свое время было сделано обследование на Череповецком рынке. Значит, там было выделено 13 элементов. Вот сейчас эта таблица как раз появляется. Здание само по себе уникальное, разработанное в свое время в Ленпромстроемпроектном. Центральная колонна, на которой на банках висит опорное кольцо, на банках клава лидкой перекрытия. И, значит, вся эта конструкция сама по себе достаточно уникальная. И такой вот был. Один столб на квадрат 40 метров центральный. Углы там перекрывались. Значит, были оценены состояния колонны, фундамент, опорные колонны, вспомогательные, банки, кольцо, металл, бетон, утепление и так далее, и так далее. Значит, оценка ПСП, вот эта вот градация идет до 5, это когда аварийное состояние, а единичка, это, условно говоря, нет дефектов. После этой формализации, значит, с учетом той таблиц, которую я вам ранее показывал, вот, есть возможность получения вот этого ранга опасности для всех 13 элементов и суммарной, значит, оценки. Фактическое значение аварии риска для 95, фактический износ порядка 17%. С учетом того, что там ситуация была в одном месте достаточно пиковая, там была нарушена георизоляция, и за счет развития коррозии во времени прогнил практически профнастил, и уже началась коррозия несущих вантов. Ванта там 36 миллиметров, по-моему, стоит. И понятно было, что ванта это уже, да, это опасность представляет, и развитие это может привести. И по тем формулам, которые там же были приведены, значит, это дает фактически безопасный ресурс здания и остаточный ресурс 83%. Значит, методика, с одной стороны, достаточно своеобразная, основана на нескольких вещах. Первое, значит, в основу положена кривая отказов из машиностроения, потому что в строительстве мы такой кривой отказов не имеем, и никогда мы ее не получим. Раз. Второй момент, значит, то, что Мельчаков положил в основу, там лежит распределение Максвелла, вероятность отказа. Ну, а мы применили это к фактическому применению, и эта методика, вот то, что мне обещали, будет выпущен в сборник, она туда войдет с этим примером расчета. Жил, с описанием самого здания, дефектов и так далее. То есть для тех, кто занимается прикладными вещами, связанными с оценкой остаточного ресурса по результатам обследования, это допустимая методика, потому что мы, к сожалению, по железобетонам не имеем общей оценки остаточного ресурса в целом по зданию. Ну, наверное, все. Соколов Владимир Алексеевич. Да, Александр Алексеевич, вопрос. Я правильно понял, что прежде чем воспользоваться этой Мельчаковской методикой, мы все-таки должны найти какой-то способ определить категорию технического состояния. Первая, вторая, по СП. Основы, смотрите, я все равно должен, я не вижу там, пока не увидел формализации, должен принять левое решение. Нет, я, первое, вот здесь, вот здесь прошла формализация, скажем, по СП, да? Нет, где формализация? Ну, вот я поставил на центральной колонне, первая категория. Нет дефектов? Ну, это вот я принял, я эксперт, принял такое левое решение, правильно? Валер Алексеевич. Мы когда приходим туда, мы совершенно здраво себе понимаем, что нет дефектов, это я не увидел значимых дефектов. Если там поцарапали краску на трубе уже 700 миллиметров. На форсках растон, это левое решение. Это всегда левое решение. Как левое решение, да. Так, понятно. Теперь в последующих таблицах сосчитано, как говорится, до числа надежность. Вот так вот разложено все по, видимо, по элементам конструкции, я понял, на конкретном примере приведенном. Да, да. Численное значение надежности – это вероятность безотказной работы. Да. Для того, чтобы ее посчитать, нужно иметь, во всяком случае, какие-то законы распределения. Максвелла. Вот везде он был принят. В данной ситуации, в данной таблице, это та Максвелла. А, насколько это вообще соответствует? Не знаю. Понятно. И что значит фактическое значение риска аварии 5,95? Это много, мало или хорошо? Это некое достаточно отвлечебное число, которое используется в дальнейших расчетах. А вот ниже написано «физический износ», видимо, посчитанный по ВСН 86-го года. Нет. А ничего другого нет. Нет. 16-го. Нет, там своя формула, это не по ВСН. Ну, это интересное, значит, издание, которое у нас есть. Это не по ВСН. По которому можно сочетать физический износ. Я сами считаю физический износ по ВСН, мы опять попираемся в электропроводку, которая не несущая конструкции. Нет, нет. Там трубы там и так далее, и так далее. Очень много конструктивных элементов надо отдать должным разработчикам. Немножко устарело, потому что там стоимостная категория. Раз. И второй момент – это базовая инфекция, и это жилые здания. Жилые здания. А мы имели вот данные сочетания. Есть документы, на основе которых вы смогли сосчитать физический износ. Да. Это пособие. Тоже интересно. Это пособие. То есть по Мельчакову считалось? По Мельчакову. Это пособие. Да, пособие. Учебное пособие. Нет, спокойно. Оно пособие. Была всегда идти Мельчакова, но он же… Учебное пособие. Хорошо. Да, да. Но там же не написано, он же не сделал, ты же, градации в связи с СП. Я видел его расчет, когда он завершен немножко притягивал все свои цифры именно для того, чтобы получить Макслодорское распределение. Ну, понятно. Наверное, вопросов больше нет. Потому что я с удовольствием хотел бы увидеть другой нормативный документ, который позволяет достаточно быстро, без составления проекта, скажем так, реконструкции, именно сосчитать остальные ресурсы. Есть такие? Нет. Нет. Хорошо. Вопрос сочетается, значит, с первым вопросом. Значит, вот ВСП у нас чисто на качественном уровне данные описания в состоянии, начиная с нормального и до аваритии. КОС-13778, который там то ли отменят, то ли не отменят, а в нем вообще выкинуто одно состояние недопустимое. Но описание всех состояний, оно одинаковое. Из СП перекачалось куда в курс. Теперь считаем сами определение этих состояний. Во главу угла все-таки там формулируется несущая способность. Падает несущая способность, мы в более высокой категории опускаемся в более низкую. А дальше идут еще и дефекты, и повреждения, и так далее. Значит, вот теперь вы это оцениваете. Вы это как-то по главному критерию, все-таки он, наверное, основной, по несущей способности это как-то оценивалось. И вот на основании чего? Вот эти вот показатели все-таки понадежности. Казалось бы, из велики явления, оно должно показателем надежности выходить из снижения несущей способности. А если этого нет, то тогда остается то, что сейчас и говорят, блюнтаризм. Как вы его преодолеваете? Хорошо. Значит, объясняю еще раз. То, что вы говорите. Если бы в главу угла поставлена несущая способность, то только один из критериев. Один. Есть еще масса других критерий. Мы опять вернулись к несущей способности. Пример того же Череповецкого рынка. Неправильная гидроизоляция, пробила, идет в длительную коррозию, прогнул уже профнастил, начинается коррозия ватны. Но так обычно это ведет здоровье. Завтра руки. Нет, ну не завтра еще руки, но уже началось здоровье. Если ничего делать не будем, да, так мы не будем. У несущей способности есть количественный параметр. Мы его можем оценить. Хорошо. Что процент оценивающей способности? Вот 50, а это в курсе. Замечательно. Вы что оценили? Несущую способность. Вы оценили несущую способность, а я оцениваю, что вы? А вы каким-то образом оценили надежность? Эмпиническую надежность. Это что такое надежность? Нет, хорошо. Несущая способность – это несущая способность. Я совершенно здраво понимаю, что она выложается там в килограммах на сантиметр квадратных. Понимаете? Но мы сейчас вернемся к нашим баранам. Вы что оценили? Ресурсы. Ресурсы. Это разные вещи. Конечно. А мы хотим понять, что нам дает это надежность. Вот когда несущая способность, я понимаю, по Супромату есть два критерия несущей способности. Либо по напряжению, да, что, так сказать, предел прочности материала не превзойдет, так сказать, напряжения. Либо по нагрузке, что нагрузка фактическая, меньше сейчас критическая, да. А дальше я разность между ними, ну скажем, запас условно. Есть запас, хорошо, нет, я вот там. Так, по несущей способности я физически это чувствую, да. Хорошо. А вот этой надежностью мне это что дает? А это вам дает оценку, которую вам не дают нормативные документы. Ну и что дальше? А что мне физически? Физически? Физически это говорит о том, что если у тебя стоит где-то критерий пятерка, что у тебя там недопустимое состояние аварийное, надо поднимать задницу и заниматься ремонтом. Потому что в противном случае ничего другого я тоже сказать не могу. Если мы возвращаемся к ваших же вопросам, я еще подниму вопрос осадок, и мы сейчас уплёкся в осадке допустимой или недопустимой, несущую способность грунта. Мы оцениваем в любом случае таков. Только по одному параметру. Только. Если вы говорите, что это несущая способность, хорошо. А если это осадка? Коллега, давайте на этом вопросе... Вопросе сложно, и не прошло. Я очень рад, что она разорвалась такая, но предлагаю ее перенести до желающих за пределы докладов. Спасибо большое докладчику. Продолжаем следующий докладчик по программе. Это Артон Харьевич, наш сотрудник в НИИ ГУЧС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова